но это тоже показывает его злокачественность что он получается даже имея такие знания он не стремится их предоставить как есть и стремится исказить может у него интерпретация из другого окопа как говорится с другой стороны но из другого окопа те же события только со стороны я понимаю что может быть так но с другой стороны есть ясность понимания и если он понимает что жрецы абраксуса действовали не во благо человечества не во благо какого-либо развития что именно стимулировали деградацию и так дальше то нужно как бы ну и что даже если он был жрецом абраксуса даже если его родители были жрецами абраксуса все равно нужно когда-то этот порочный круг разрывать и становиться на нужный путь также широко или если родители наркоманы то есть самому нужно колоться прямо вот сперенок или не сперенок а ждать совершеннолетие все равно начать колоться поскольку родители шкалолись но вот это ж глупо также я считаю что исследовать каким-то религиозным глюком потому что кто-то там чего-то следовал тоже глупо да вот идея родноверия она каком-то степени хороша но с другой стороны для кого-то родноверием являются и разные зловредные культы поскольку они на протяжении многих родов уже сроднились с тем и вот именно ведическая традиция она и хороша тем что она является изначально родной для всех она является изначальной и непридуманной какими-то зловредными товарищами а данная богами а зловредные товарищи на протяжении всех столетий пытались как-то свою зловредность осуществить как ваш сон ну чего вы думаете что сон ну а чего как бы я не слышу ваших слов я слухаю вас ну так что вы меня слухаете у нас же диалог а я все-таки не магнитофон ну скорее всего а как руна корм вы говорили кастрировал абраксуса как это понимать вообще ну приблизительно так и понимать абраксус это же тонкоматериальное существо ну да которое было у жрецов якобы в их введении они его создали потом это существо их говорится ослушалось само по себе как они его могли полностью согласен но есть еще множество тонкоматериальных существ и абраксус все-таки хотел некоторые действия дальше предпринимать и закрепляться на земле и дальше действовать и руна корм сделал определенные действия чтобы абраксус не мог тут плодиться и размножаться именно так как он хотел но абраксус потом переформатировался и все-таки нашел способы размножаться ну в какой-то степени подключите вот абраксус он объединил в своих этих вот храмах которые жрецы для него создали каких-то существ связанных по-моему с ланкой ну не совсем с ланкой было дело было дело в связи с было и ну как бы слал сланки это были взяты некие идеи и были взяты принципы а дальше это его как бы создавали на средиземном море но он решил действовать сам по себе и он у него были свои планы на землю короче и снова у наших была задача сделать чтобы эти планы не сбылись так как если бы они сбылись мало бы хорошего от этого нам бы было но это история еще вот 9-10 тысяч лет назад тянется сюда нет абраксуса как раз две с половиной тысячи лет назад творили ну а те та нечисть которая вот была как говорится в этом эгрегоре у нее то корни еще тогда оттуда шли ну какая то тогда какая то позже завелась там же и те же самые жрецы некоторые были темные которые с самого Эдема сюда притарабанились а некоторые и местного разлива были все это не так что вот все оттуда или все оттуда были и оттуда и оттуда а что с драконами которые высадились они были изничтожены получается или как побеждены побеждены да ну часть из них осталось на тонком плане часть из них с тонкого плана осталось активно действующими и у них тоже были планы о том как они смогли бы вернуться они тоже ненавидели наших то есть а они откуда взялись ну я понял что где то прилетели а что они тут забыли как они вообще какими кармическими пересеплетениями они сюда вообще что тут праздник какой то могу задать все те же вопросы смску получили насчет смски очень сомневаюсь но празднества наши проводили конечно же однако я вот могу обратно все эти вопросы задать для меня все эти вопросы так же неизвестны а что в Китае они водятся раз они поклоняются драконам даже поклоняются драконам ну на биологическом плане есть те которые в горах засунуты нашими а что было так где в Новых Охарах а там же ж я рассказывал что там подземные народжеры а зачем там жить подземному народу вы понимаете аум 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 оак во точек Итак, что значит было ещё в той местности? Ну, ископаемые, правда. Ну да, однако вот есть народ, который что-то добывает, есть ископаемые. Ископаемые нужно достать, и для этого что-то в земле нужно проделать. Понимаете, к чём я веду историю? Ну, только подземные ходы там, цепень, так? Да не просто подземные ходы, огромное количество шахт и пещер. Там можно располагаться в безлищной цепени. А если огромное количество шахт и пещер, то наши, начиная, допустим, с того же Риман Савлара, и, в принципе, возможно, кто-то и до него эту практику применял, наши очень активно старались заманить крокодилищу, летающую в какой-нибудь из подземных тоннелей, возникших в ходе ворных разработок. Ну и, соответственно, там их и замуровать. Что, в принципе, в значительной степени удавалось? Ну, на Кавказских горах, там чуть другая история. Ведь, в принципе, вообще в любом месте, где есть какие-то шахты, катакомбы, удобно кого-то там замуровать. Это понятно. Если есть море, то удобно там кого-нибудь утопить и так дальше. А там история такая, что, соответственно, во-первых, сами драконы по себе любят пещеры. Они огромные, и, в принципе, им нужны какие-то огромные пещеры для того, чтобы там жить. Представить, что дом для такого дракона строится. Это страшно такое представить. Это очень трудно. Да, да, именно что да. И, особенно, если данная зверюга имеет доступ к людям и, предпочтительно, девственницам, которых он любит поедать, то, соответственно, он растет и растет и растет. Например, вот в той же самой «Игре престолов» показали то, как драконы буквально за несколько лет выросли до размера, ну, как самолеты фактически. И те, кто читали книги Джорджа Мартина, они еще такие удивляются, а как так, а в книгах сказано, что они долго растут, а тут они такие. А, скорее всего, Джордж Мартин знает эту историю, что драконы, если у них есть что есть, то они могут буквально хоть за пару месяцев такими вырастить, и даже больше. И, соответственно, как бы это намек на то, что они где-то нашли какую-то деревню или город, и, соответственно, грабили и ели. Еще часто драконы, ведь так тяжело выковеривать этих девственниц, и у дракона же нету радара на них. А если он деревню сжигает, то и они горят там. Поэтому дракон часто приходил к... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова